Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 29 июня 2021 года. На улице 27 градусов тепла. Я уже не говорю жары. Жара у нас была до 40. 7 часов вечера. Ну вот, пасмурная. Но дождя не предвидится. Отлили у нас сильные дожди, ливни. Грозы. Короче, было свето-представление. Хочу вам показать, как растёт и развивается мой абрикос, который я покупала в апреле месяце, в середине, где-то апреля месяца. Я с ним очень долго мучилась. Он долго у меня очень про это приживался. Каждый день я выливала под него это самое поведро воды. А засуху, если бы я не укрыла корни, не укрыла этими вот древесной стружкой. Видите, что под древесной стружкой? Какая влага сверху сыра, а под древесной стружкой влага. Это очень благоприятно для корней. А но бы у меня дерево это не выжило. Не только это, но и вот нектаринка, груша моя и персик. Ой, абрикос орловчанин. Он для нашей зоны, для Брянска, для Орла. Так что морозы перенесёт. Думаю, очень даже хорошо. Только хорошо укрою корневую систему и обмотаю ствол. А вот мой персик, он погибает, потому что он, по-видимому, привезён из юга. Наверное, тоже с косточек выращивали, как и я. И он у меня вымерзает. Не идёт, жалко, погибает. Картошечка моя, вот, насели на неё жуки. Сегодня утром собирала, их опять полно. Ядом не обливала, потому что у меня здесь куры. Ладно, что-то соберу покушать. Здесь у меня ушло 25 и 25.50 картофелей. А сколько я соберу, не знаю. Ну вот и всё, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Дереву три года, на следующий год мы уже с вами покушаем абрикос. Пока. Если будем живы, даст Бог здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok